Windows Phone 7 это абсолютно новая операционная система от Microsoft для смартфонов. Windows Phone 7 это то, что пришло в Россию, то, что уже можно пойти купить в магазине. Это телефон, который интегрирован с вашими друзьями, с вашими играми, с вашей работой. Вы можете на телефонах Windows Phone 7 общаться с друзьями в социальных сетях, играть в любимые мобильные игры, обсуждать рабочие вопросы с коллегами, работать с офисными документами. Таким образом, это тот центр цифровой жизни, который теперь есть практически у каждого из нас. В России модельный ряд SCC состоит из трех моделей. SC Monster, с которого состоялся запуск Windows Phone 7 в сентябре. В начале октября, буквально на днях, стартовали продажи SC Radar. И у меня в руках SC Titan, который также в октябре станет доступен российским пользователям. И это только начало. Это человек, который, можно сказать, он активный. Это активный человек, активный пользователь, который интересуется происходящим вокруг него, который обладает большим количеством контактов, связей с друзьями, с коллегами, с близкими. И любит быть постоянно на связи, быть в курсе событий. Почему так называется? Потому что интерфейс навеян тем, как человек оказывается в аэропорту или на вокзале. Ему нужно быстро куда-то попасть, и он находится в том месте, где он обычно раньше не был. Ему нужно очень четко, быстро понять, куда идти, где его рейс, где его посадка, какой у него вагон и так далее. И интерфейс Windows Phone 7, в том числе, сделан с учетом того, чтобы человек очень просто и легко мог понять, что происходит, куда ему идти, где у него писем, какая погода и так далее. То есть, на самом деле, интерфейс очень прост, в освоении, и люди достаточно быстро к нему привыкают. Также приложения Marketplace наиболее успешные, они также используют тот же самый интерфейс. Таким образом, человек, работая с приложениями, по сути, работает как будто это встроенное приложение, то есть так же, как и со всеми остальными элементами интерфейса самого аппарата. Мы решили составить некий минимальный список требований ко всем аппаратам нашей системы. И они включаются в нескольких компонентов. Это и быстрый процессор, минимум 1 ГГц, и хорошая камера, минимум 5 Мп, и достаточное дисковое пространство. Наличие сенсоров, это камера, я уже сказал, это акселерометр, это компас, это proximity, ряд других сенсоров также появляются. Это единообразный внешний вид телефонов с точки зрения кнопок. Это всегда три кнопки. Это кнопка назад, кнопка Windows, кнопка пояска. На всех телефонах Windows Phone 7 есть всегда. Эти три кнопки, их ровно три, именно в таком порядке, не в таких местах. Но при этом, это лишь минимальный набор. А также разрешение экрана у нас единообразно, что позволяет разработчикам, сделав приложение один раз, быть уверенным, что он будет везде работать одинаково и одинаково хорошо. Соответственно, пользователь может быть уверенным, что, купив телефон, он сможет запустить любое приложение, сделанное под Windows Phone 7. Магазин приложения Windows Phone Marketplace в прошлом году стал лидером по скорости роста. И на данный момент у нас в мире доступно более 30 тысяч приложений. Это доступно пользователям разных странах мира. На сегодня российским пользователям доступно уже более 10 тысяч приложений и количество постоянно возрастает. А также отдельно хочется отметить, что уже более 250 приложений сделаны именно российскими разработчиками. И эти приложения крайне успешны не только в России, но и за этим пределами. Microsoft Office есть в каждом Windows Phone изначально. Более того, в нем есть и Word, и Excel, и OneNote, и PowerPoint. Таким образом, пользователь прямо на телефоне может создавать, редактировать и смотреть текстовые документы, электронные таблицы с графиками, файлы презентациями с анимацией, заметки вместе со цифровыми метками. Таким образом, у человека всегда с собой полноценная версия офиса, что крайне удобно. И еще раз повторюсь, что его восстановлять не нужно, по умолчанию сразу же в каждом телефоне. Внутри Windows Phone 7 находится Internet Store 9. Это новая версия нашего браузера, которая поддерживает аппаратное ускорение. И благодаря этому скорость работы с графикой там действительно очень-очень быстро. Благодаря чему человек, заходя на сайт, он видит видео, анимацию, динамику, текст, в том числе, конечно. И все это проходит через графический чип, графическую карту, графические скорости. Благодаря чему скорость действительно очень высокого уровня. В том числе, хочется отметить, что Internet Store 9 сделан действительно, с одной стороны, то же самое, что и на нашем Windows, с точки зрения движка отрисовки. Но безусловно, интерфейс самого браузера сделан под телефон.